Это не спецборд, обычный рейс, который ежедневно выполняется по маршруту Москва-Архангельск. Вот только среди пассажиров, жителей поморья, можно найти с трудом. Большая часть прилетевших – участники Арктического форума из разных уголков не только страны, но и мира. Ученые, инженеры, политики, представители средств массовой информации. Только сегодня в наш город приедет около тысячи гостей. Форум – это событие международное, оно, скорее всего, знаковое не только для России в целом, но и для вашего города. Потому что, насколько я знаю, город к форуму подготовился. Вот открыли новый терминал. Действительно было очень приятно, когда ты выходишь через рукав. Как правило, такого нет в региональных аэропортах. Но вот посмотрим, что впереди. Насколько я знаю, перемены большие. И, собственно, ждем большую насыщенную программу и много интересных вещей. От этого большого события мы ждем результатов от участия в нашем образовательном консорциуме. Мы с июня месяца членствуем в Национальном арктическом научно-образовательном консорциуме. Взяли на себя ряд задач и думаю, что мы сегодня их успешно продемонстрируем. И будем, в общем-то, развиваться дальше. В гостиницах Архангельска сегодня началось активное заселение гостей форума, представителей бизнеса, СМИ, федерально-государственных органов, участники иностранных делегаций. Все готовятся к предстоящей напряженной работе. Я первый раз в Архангельске. Сегодня не такой, как сказать, симпатичный день. Но все-таки я из Норвегии, привык к зиме. И я считаю, что Архангельск, ну, как сказать, симпатичный город. Я не первый раз в Архангельске. Всегда приятно приехать сюда. Я люблю Архангельск. Особенно архангелогородцев. А почему? Ну, вы такие гостеприимные, веселые люди. Арктика – территория диалога. Коллекция, привезенная президентской библиотекой в нашу добролюбовку, называется так же, как форум, который откроется в Архангельске завтра. Она включает документы, фото и видеоархивы, научные исследования, очерки и воспоминания героев-полярников. Свидетельство успешного сотрудничества в Арктике в XIX и XX веках. Помимо Российского государственного исторического архива, сайта федерального правительства и службы охраны России в списке основных источников формирования коллекции и фонды Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова. История России, история нашей страны и времена, конечно, Советского Союза, она неотъемлема от развития Арктики, ее освоения экспедиции. И мы сделали специальную коллекцию, называется она так же, как форум, Арктика – территория диалога. В эти минуты в научной библиотеке САФО проходит международный круглый стол Арктика как новый вектор сотрудничества России и Южной Кореи. Организатором выступил наш ВУЗ совместно с Корейским морским институтом и Российским институтом стратегических исследований. Делегаты из Южной Кореи в Архангельске впервые на обсуждение они представили коллегам свои арктические проекты – это и возведение метеостанций для условий Крайнего Севера, и строительство специальных сухогрузов для работы в Арктике. Наше сотрудничество с Россией в вопросах Арктики очень продуктивно идет последние три года. Во многих вопросах у нас единое понимание – нужно развивать северный морской путь и налаживать логистику по перевозке грузов, решать вопросы энергоснабжения в Арктике. И, конечно, в сфере судостроения у нас большие перспективы. Уверен, Международный форум станет еще одной точкой роста в отношениях России и Южной Кореи. От музейных экспонатов до новейших моделей выставка спасательной техники на площади у морского вокзала, которую увидят участники Арктического форума, почти готова. Один из главных экспонатов экспозиции – специализированный пожарный автомобиль с технологией температурно-активированной воды. Принимал участие при ликвидации аварии на Саяно-Шушенской АЭС. С помощью специальных технологий режет лед словно масло. Здесь используется для этого технология температурно-активированной воды. Подбирая определенным образом давление и температурные показатели воды, вода приобретает свойства, которые позволяют ей разрушать лед на молекулярном уровне. Безнадежными долгами россиян займется налоговая служба. Кредитные организации будут передавать сведения о невыплаченных долгах. Налоговики, в свою очередь, признают эту сумму экономически выгодной и вправе требовать с гражданина выплату 13-процентного налога. Ранее обязанность его уплаты за списанный долг подразумевалась в налоговом кодексе, но не была прямо прописана. Если у организации имеется возможность удержать у физлица налог каких-то иных выплачиваемых ему доходов, то организация обязана это сделать. Если такой возможности у организации нет, то она обязана сообщить об этом как гражданину, так и в налоговый орган. В этом случае налоговый орган сам известит налогоплательщика об обязанности уплатить налог. И сделает он это путем направления налогового уведомления вместе с уведомлением на имущественный налог. В почтовых ящиках архангелогородцев в последнее время стали появляться листовки с предложением поменять счетчики на воду от компании «Городской центр обслуживания ЖКХ» и «Городская сервисная служба ЖКХ». Это очень похоже на обычные квитанции от коммунальщиков. На самом деле, прикрываясь несуществующими организациями, дельцы предлагают установить водосчетчики по цене в несколько раз выше, чем у водоканала. Нечестными продавцами уже заинтересовались в федеральной антимонопольной службе. Уже, на первый взгляд, видны признаки нарушения закона о рекламе. То есть эти листовки фактически являются рекламным трюком, предложением обращаться именно к этой компании. И эти листовки не содержат необходимой информации, указания на юрлицо, на номер свидетельства, ИНН и прочее. В Марфином доме в Архангельске открылась выставка современного народного искусства «Добрым людям на заглядение». На ней представлено около 200 экспонатов из собственной коллекции музея «Малые Карелы». Текстильные изделия, предметы быта, игрушки – все они созданы современными мастерами по старинным технологиям. Музей «Малые Карелы» особое внимание уделяет проблеме сохранения и развития традиций народных ремесел Русского Севера. В этом плане проводится большая работа. Это и выставки произведений современных мастеров, это мастер-классы, ярмарки. Выставка «Добрым людям на заглядение» будет работать в Марфином доме до конца мая. Завтра в Архангельске по области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой местами умеренный снег. На дорогах Гололедица ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, 11, днем до 6 градусов со знаком «минус». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова